Всем привет, друзья! Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вас эта тематика интересует, подписывайтесь на мой канал, рассказываю о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и инвестирую вместе с вами. Вы знаете, друзья, недавно один зритель мой оставил комментарий под каким-то видео и написал, что такими темпами скоро доходность российских банковских депозитов, ну и соответственно облигаций превысит доходность на фондовом рынке. И я на эту тему решил так немножко поразмышлять, но естественно я на эту тему тоже периодически думаю и все мы хотим понимать, что нас будет ждать в будущем. Наступил 22-й год и вы знаете, друзья, 22-й год на мой взгляд может стать таким большим разочарованием для многих инвесторов, особенно для тех инвесторов, кто пришел на рынки в 20-м либо в 21-м году, когда рынки давали огромный большой профит и в общем-то получить его было дело, ну я не могу сказать, что не хитрое. Многие умудрились даже в прошлом году отторговаться в минус, потому что там кто-то в Китае слишком глубоко залез, кто-то в российские акции, которые конец года провели очень слабо. Но если вы формировали сбалансированный портфель, сбалансированную стратегию, то в целом два предыдущих года были для вас, я думаю, весьма успешными. Ну про себя могу сказать, мои зрители об этом знают, что у меня по 20-му году получилось около 20% доходность, по 21-му году около 15,5%. Неплохо, друзья, хорошие, на мой взгляд, результаты, но опять же умом я понимаю, что это значительно выше среднего и естественно рано или поздно случится, ну если не коррекция на рынке акций, то во всяком случае случится такое серьезное замедление темпов роста. И на мой взгляд, друзья, именно 22-й год может стать вот таким вот отрезвляющим для нас с вами. И в этой связи вот я задался вопросом, а может быть вообще этот год максимально переждать в безопасных активах и не пытаться заработать на рисковых, поскольку возможной перспективы-то в них не будет. Давайте сегодня об этом чуть более подробно. Перед тем, как мы начнем, попрошу вас традиционно поставить мне лайк за это видео. Спасибо огромное, погнали. Ну, давайте размышлять такими глобальными геополитическими материями, категориями. Первое, что очевидно по-прежнему будоражит рынки, это коронавирус. К сожалению, он пока еще с нами остается. Вроде как мы к нему привыкли, мы к нему приспособились, но даже вот новые штаммы появляются, которые тут же рынки обваливают. Помните, что было после новостей о появлении омикрона? Ну, коррекция была прям жесточайшая. Несколько дней, потом вроде все устаканилось, успокоилось. Но пока еще омикрон не очень понятен и 2022 год, вероятно, уйдет на то, чтобы приспособиться к нему. То есть адаптация вакцин, ревакцинация, бустеры и так далее. Короче, ковид по-прежнему остается, он никуда не делся. Но смотрите, друзья, какая любопытная ситуация происходит. В принципе, рынки, надо сказать, что к ковиду приспособились, наверное, даже лучше, чем мы с вами, чем люди в повседневной жизни. То есть если в жизни нас по-прежнему какие-то, ну, такие неудобства, связанные с коронавирусом, преследуют и сопровождают, ну, например, там QR-коды, которые многих сильно нервируют. Там в Европе вообще, там, против этой обязательной вакцинации постоянно происходят какие-то волнения, столкновения с полицией, там, демонстрации. Ну, у нас люди такие молчаливые и терпеливые, поэтому, если и бухтят, то по кухням, по домашним, но, тем не менее, все равно, согласитесь, да, там, сходить в торговый центр, это уже определенная сложность. Это надо брать с собой, как правило, документ, удостоверяющий личность, носить с собой этот QR-код, там, в телефоне или в физическом виде, не имеет значения. Ну, то есть, это определенные сложности, и, соответственно, в повседневной жизни мы вот эти проблемы еще наблюдаем с вами. Если же говорить про экономику, надо сказать, что она, в принципе, уже перевернула эту страницу, экономика, по большому счету, уже восстановилась к доковидным показателям, ну, некоторые отрасли даже значительно ускакали вперед. Вот поэтому сейчас, друзья, в 2022 году мы будем активно с вами наблюдать фазу сворачивания экономической программы поддержки экономики, которая была, кстати, развернута весной 2020 года, когда центробанки резко понизили ключевые ставки, чтобы тормозить, чтобы, соответственно, увеличить экономический рост, стимулировать экономический рост, но при этом, естественно, пошла вверх инфляция, и на рынок хлынуло большое количество денег. Так вот сейчас, друзья, с этого года Федеральная резервная система Соединенных Штатов, она перестанет поддерживать экономику в прошлых объемах, и с каждым месяцем, в принципе, вот эти объемы поддержки будут уменьшаться, и, кроме того, как ожидается, в марте начнет увеличиваться ключевая ставка. Они практически два года держали ее на нулевом уровне, ну и вот по истечении двух лет ставку начнут поднимать. Причем начнут поднимать, возможно, весьма резко, и, друзья, естественно, на рынке это окажет негативное влияние. Фондовый рынок такие движения не любит, так что мы держим это в голове. То есть, во-первых, смотрите, какая интересная история, сохраняется по-прежнему ковид, и еще, возможно, и новые штаммы, и там период каких-то опять сезонных обострений, но при этом меры поддержки экономики будут идти вниз. То есть, ковид остается, а поддержка прекращается. Вот, друзья, такая интересная и при этом неприятная диспозиция нас ожидает в этом году. То, что это сворачивание случится, Федрезерв об этом уже заявлял неоднократно. Они постоянно выпускают какие-то проспекты своих будущих планируемых действий, и, в принципе, это сворачивание уже происходит. То есть, Федрезерв уже в меньших объемах выкупает госдолг с рынка, ну и, соответственно, меньше денег на этот рынок заливает. Все мы это уже наблюдаем, начиная с осени, а вот именно весной начнется повышение ключевой ставки. И это тоже, друзья, уже вопрос, ну, стопроцентно решенный. То есть, тут никаких сюрпризов быть не может. Ставку начнут поднимать. И вот то, что происходило и происходит в январе с рынком акций в Соединенных Штатах, многие эксперты как раз связывают вот именно с этой историей, что инвесторы уже в преддверии этого повышения начинают постепенно фиксировать прибыль по позициям, по американским бумагам. Потому что надо сказать, что американский рынок за вот эти два ковидных года, ну, просто мощнейший профит продемонстрировал. Вопрос, друзья, что будет с этим американским рынком дальше? Если мы посмотрим на индекс S&P, ну, вот в качестве ориентира возьмем FXUS, ETF от FINEX на акции американских компаний широкого рынка, то за год профит составил 23%. И это много, друзья. И те из вас, кто считают, что рынок растет настолько ежегодно, они заблуждаются. Если посмотреть среднегодовую доходность того же S&P там за несколько десятилетий, то она, ну, никак не более 20%. Скорее, хорошим считается результат там в размере, ну, 10-12%. И это норма. То есть, в принципе, за прошедший 2021 и начало 2022 рынки в большой премии сейчас находятся. И если мы посмотрим на общий график, то смотрите, как очевиден на нем такой очень бычий рост, начиная с февраля 2020, ну, то есть с конца февраля, с начала марта, как раз когда появился ковид. Да, был некоторый период ослабления рынков, но он продолжался буквально месяц, было падение, а после этого началось очень сильное, очень мощное восстановление. Но здесь еще этой просадки не так видно, потому что этот фонд, он привязан к доллару. Соответственно, на падении рынка тогда в конце февраля, в начале марта 2020 очень сильно укрепилась валюта к рублю, и, соответственно, этот фонд, он вообще практически не потерял в цене, то есть он, наоборот, только ускорился. Какой вывод можно сделать, глядя на этот график? Очевидно, друзья, что рынки перегреты, об этом все говорят. И, соответственно, рынок акций может начать снижаться. Он, скорее всего, и начнет снижаться, ну, либо уходить в какой-то боковик, потому что вот на этом графике, даже не являясь специалистом по теханализу, ну, можно обнаружить, что у рынков определенно премия сейчас присутствует, и рано или поздно эта премия, естественно, будет возвращена, и, вероятно, что просадку мы увидим уже в самое ближайшее время. Кроме того, видите, все обстоятельства, на мой взгляд, для этого благоприятно складываются, ну, благоприятно в кавычках, это, опять же, коронавирус и сворачивание мер стимулирования. Кто-то из вас может мне возразить, ну, возможно, да, возможно, в американских бумагах перегрев и есть, особенно в технологичном секторе, и вот особенно акции технологичных компаний пострадали в январе, то есть падение прям достаточно мощное по индексу NASDAQ, но ни единым же американским рынком мы с вами живы, да, то есть есть же и другие развивающиеся рынки, которые провели этот год слабее, и по ним как раз возможен хороший рост. Да, друзья, в теории, возможно, это так и есть, потому что за год, если мы посмотрим на российский индекс Мосбиржи, фонд FXRL, как бенчмарк, то за год доходность всего лишь плюс 15, ну, всего лишь в сравнении с результатом американских рисковых активов, плюс 15 за год, и мы видим, что по российскому рынку, начиная с октября, была просадка, связанная с геополитикой, сейчас эту просадку рынки начали немножко возвращать, и на общем графике ситуация, ну, настолько драматично не выглядит, все-таки по российским рынкам, вот это вот падение осеннее, оно слегка остудило стоимость бумаг, и вполне вероятно, что российские рынки сейчас действительно представляются более перспективными, потому что, ну, скажем, там где-то 10% гэп такой по просадке, на мой взгляд, в них сохраняется, то есть рынки в теории должны бы нам его с вами возвращать, но, друзья, если бы не одно огромное жирнющее «но». А это, друзья, как раз то, что сейчас происходит с нашей внешней политикой, ну, достаточно обостренная ситуация, скажем так, и Россия последние месяцы очень сильно активизировалась на своем западном направлении, конфронтация достигла прям высочайшего градуса, и подобного не было, ну, на моей памяти уже достаточно давно, и многие даже говорят, что вот сейчас ситуация накалена, накал вот с этой ситуацией сопоставим с самыми такими острыми кризисами советского периода, там, чуть ли не с Карибским даже кризисом, ну, естественно, что о какой-то глобальной ядерной войне речь, разумеется, не идет, но хочется надеяться на это, но вместе с тем, вот это подливание масла в огонь с обоих сторон, оно наблюдается, естественно, Россия старается сейчас отстаивать свои интересы, старается сейчас отодвинуть НАТО от своих границ максимально, получить гарантии не расширения НАТО на восток, но, друзья, фондовый рынок на это реагирует очень болезненно, и опять же, нет никаких гарантий, во всяком случае, судя по тому, что мы с вами видим последние месяцы, что ситуация как-то разрешится, разрешится благоприятно, и инвесторы выдохнут, они поймут, что в Россию инвестировать можно и безопасно. Нет, друзья, у меня нет такой уверенности, и сказать, что российский рынок в этом году тоже позволит нам стабильно и эффективно заработать, я бы лично так стопроцентно не утверждал. Ну и вот, собственно, периодически я перевариваю в голове все эти мысли и, собственно, думаю, а что же нам тогда делать в этом 2022 году? Ну, первое, друзья, что я, наверное, хотел бы посоветовать, особенно новичкам, не рассчитывать на очень большой профит на рынке акций. На мой взгляд, этот год может стать менее интересным и менее прибыльным для инвестора, причем не имеет значения, куда и как вы будете инвестировать, естественно, тут вы точно наверняка не угадаете. Самая лучшая стратегия – это все-таки диверсификация, не делайте ставку на что-то одно, потому что риск ошибиться, если вы сделаете несколько ставок на разные инструменты, он все-таки ниже. Второе, на что я хотел бы обратить внимание, ну, наверное, выход, полный выход из рисковых активов – это все-таки крайности. Делать этого, на мой взгляд, не нужно. Да, если вдруг вы совсем не готовы к потере своих денег, я не исключаю, что сейчас в период высоких ставок по российским банковским депозитам и высокой купонной доходности по российским облигациям вполне вероятно для кого-то будет спокойнее даже в этом году получить там те самые 8-9% годовых. Совершенно безопасно, при этом не мотать себе нервы. Надо понимать, друзья, что если у вас нет опыта работы на бирже, то вы здесь сможете даже и эти 8-9% не заработать. То есть, мне кажется, этот год для многих может даже стать убыточным, если вдруг вы делаете что-то не так. То есть, если, допустим, прошлый год и 20-й год, он прощал многие ошибки, то, на мой взгляд, 22-й год может их уже не простить вас за них и может очень сильно вас убытками наказать. Поэтому, друзья, ну, какого-то универсального совета я отдать вам не могу. Про себя могу сказать, что я буду сохранять значительную долю защитных инструментов. К тому же, на мой взгляд, сейчас они показывают привлекательные уровни по доходности. А вот что касается рынка акций, то я бы не стал в этом году делать на него ставку. На мой взгляд, риски все-таки слегка перевешивают. Ну, а если вдруг вы не в состоянии сами сформировать инвестиционную стратегию, то, естественно, друзья, могу вам в этом помочь. Моя готовая инвестиционная стратегия «Честный портфель» доступна всем желающим. Чтобы получить, надо написать мне в Telegram, ссылочка в описании, в первом комментарии. Друзья, обращайтесь, помогу вам, подскажу, какие активы и в каких долях, на мой взгляд, достаточно безопасно и эффективно надо покупать в этом году. Все, друзья, лайк за видос. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok